У нас, как мы недавно подсчитали, оказалось все равно 50 университетов-партнеров по всему миру. У нас в год проходит примерно 25 лекций иностранных профессоров. Некоторые из них преподают не этим на постоянной основе. В частности, вице-президент российского отделения Сименса читает курсы на кафедре высшей математики. Это хороший пример. Сам немец на английском языке читает на историю и датом определенные курсы специальные. Кроме того, сейчас имеется более 250 иностранных студентов. Ежегодно тоже проходит у нас Московско-Баварская студенческая школа. Это явление для России достаточно уникальное, потому что заманить сюда иностранцев на какие-то студенческие школы можно только продемонстрировать хороший уровень в тех или иных областях. Вот в данном случае эти школы у нас проходят по основным нашим техническим направлениям. Приезжают из одного из крупнейших вузов Европы, это технический университет Мюрхена и университет Ирландина. Это тоже очень известный вуз. И с российской стороны это МЕД, МГТО и Минибал, МГТО и МГТО, МГТО и МГТО, 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 и МГТО. Вот здесь перечислены наши международные учебно-научные центры. Но если кратко комментировать этот слайд, хотелось бы отметить, что они есть практически на каждом уже факультете. От дизайна до технических факультетов. И закрывают с собой практически всю цепочку работы с электроникой. То есть на каждом направлении у нас есть какие-то интересные иностранные партнеры. Ну вот на этом слайде мы попытались образить географию наших университетов, партнеров. Сотрудничество здесь самое разное. Где-то это программы двойных дипломов, о них я еще скажу пару слов. Где-то это краткосрочные стажировки, где-то это научное сотрудничество. Но так или иначе, практически все северное полушарие у нас охвачено самыми разными формами сотрудничества, в которых сейчас наши ребята могут поучаствовать благодаря программе МИУ еще и за счет университета. Но только за свой счет, собственно, как это было в 92-х годах, например. Ну вот пример иностранных профессоров, которые читают лекции ДНИТ, в частности, право-верху группу Глоба Мартин Гитцельс, вице-президент Сименса, российского отделения почетных профессоров МИЭТа, чуть ниже Риф Гоуман, это вице-президент очень крупной американской компании «Синопсис», который минимум 2-3 раза в год нас посещает, и за это какие-то лекции интересные читает. Ну, кроме того, на факультете МП приезжали несколько профессоров из Америки, из Испании в этом году. Ну, профессор из Франции, ну, больше химическую тему тоже читал. Ну, по всем темам, опять же, это достаточно интересно. И, конечно, хочется подчеркнуть, как их программа в двойных дипломах, основной здесь знание иностранного языка, поэтому на первом и втором курсе многие ребята потом на дополнительные курсы к нам ходят. Английский, конечно, надо будет учить очень серьезно. Ну, кроме того, у нас проходят презентации компаний, которые презентуют и программы трудоустройства, и программы практики. Ну, в частности, PricewaterhouseCoopers, очень известная крупная компания, так называемая «Большой четверки аудиторов», они ежегодно, достаточно большое количество наших студентов, берут и на практику, и потом лучших из них в качестве особенностей будущих своих сотрудников приглашают. Ну, здесь представлены презентации Apple, Microsoft и других компаний. Пластик ложит очень интересный проект, он очень бурно освещается во всех зеленоградских СМИ, проект с пластиковыми дисплеями гибкими, которые будут встроены, возможно, в будущей электронной учебнике, которые будут в каждую школу России поставляться. А завод, собственно, будет располагаться в Зеленограде. Специалисты для этого завода, для этого производства, совершенно уникального для нашей страны, конечно, тоже будут готовить именити. Ну, немножко про иностранных студентов, как я уже говорил, их количество примерно примерно 250 каждый год, и не только из стран СНГ, которые от нас представлены, практически все из других стран. Ну, и на самом деле, это хороший показатель. То есть, если вы посмотрите показатели престижности, которые используют западные музыки, то там, в общем-то, и так с цитированностью наручных публикаций, обязательно количество иностранных студентов в УЗИ. Процентного соотношения у нас их достаточно немало. Ну, здесь слайд по Московской Баварской студенческой школе. Она у нас проходит с 2006 года, как я сказал. В этом году впервые она будет проходить уже в Баварии непосредственно до того. Пять школ прошли у нас в Минете. В этом году мы уже формируем списки из наших лучших студентов, которые поедут на эту школу. На ней наши профессора, российские и профессора немецкие читают лекции. Те студенты, медистранты, которые прошли отбор, делают доклады по своим научным темам, завязывают определенные знакомства, партнерства, возможно, какие-то международные проекты, что, в принципе, очень полезно и интересно для ребят. Конечно, очень мотивирует, но учебу хорошую прежде всего. Программа двойных дипломов. Две программы у нас работают уже сейчас. Первая программа с университетом Линдор, это Великобритания. Ребята отправляются туда, в этом году, магистранты пятого курса на летнюю школу, летний синистр так называемый, и затем по дистанционной технологии продолжают взаимодействовать со своими личными кураторами с той стороны, со стороны Великобритании. В перспективе, опять же, они защищают диссертации магистрские в НИЭТе, и университетик Линдора получают двойные дипломы, то есть диплом российский и диплом европейский. Ну вот, сотрудничество с университетом Калабрии у нас началось на экономическом факультете. Здесь представлены на слайде как раз первые три наших магистранта, которые сейчас получают диплом в Италии по этой программе. Но с этим университетом сотрудничество, обучаются они на итальянском языке, ребята сознательно на этот выбор пошли, вот здесь получили итальянский язык в Зеленограде, и там сейчас успешно обучаются. И в перспективе, вот этот университет недавно посетили наши профессора, планируется расширить это сотрудничество именно на техническом направлении. Кроме того, сейчас разрабатывается программа магистрская на английском языке, которая будет соответствовать полностью программам в четырех российских вузах и в трех вузах европейских. В Европе это достаточно серьезный вузов в Барселоне, в Лиссабоне и Мюнхене. Четыре российских вуза, среди которых нет, это под управление телекоммуникацией. И вот с определенной долей верности можно ожидать, что в ближайшем времени подпишем еще программу о сотрудничестве со шведским университетом, университетом Карла Линнея в области прикладной математики и квантовой математики и квантовой информатики. Это программа ЛИП, возможно, и ГИКТ, тоже очень интересное будет сотрудничество. Здесь хотелось просто обратить внимание на то, что выпускники МИЭТа сейчас имеют возможность включить евродиплом. Это диплом полностью европейского образца. Как принято в Европе, на нем указана наша система обучения, что такое двухуровневая система, что такое квалификация бакалавра, специалист-магистра, чтобы, придя с этим дипломом, к любому западному работодателю, у него не возникало вопросов относительно вашей квалификации, кто вы и какой уровень знаний у вас есть. Вот такое приложение мы уже начали выдавать для желающих выпускников. И не только в Европе, но и в Америке оно тоже произойдется, и выпускники наши там работают успешно. Ну и последний слайд, я хотел сказать буквально одно слово про приемы иностранных граждан, возможно. Есть такие сегодня среди наших властей. Граждане Белоруссии, Киркизии, Казахстана и Ташкистана по международным соотношениям, которые существуют, они поступают к нам в общем конкурсе, равны с гражданами России. Если у вас есть друзья или родственники из этих стран, вы их можете приглашать к нам поступать. Про правилы поступления сейчас расскажут ответственный секретарь приемной комиссии. Ну и всех остальных мы тоже можем пригласить всем нашим программам, доклавиатам, магистратуру, инспирантуру, докторатуру. Ну, спасибо вам большое за внимание. Заходите на наши сайты, там эта информация больше, и на сайт ВКонтакте, в нашу группу для абитуриентов. Там живое общение тоже у нас происходит интересно. Продолжение следует...